Здравствуйте! Это Дом культуры на 49 канале, и мы приветствуем нашу гостью Ингу Викторовну, гвоздь, руководитель отдела библиотеки Льва Николаевича Толстого в Октябрьском районе. Инга Викторовна, вы в этом году проводите очередную, уже не первую, ночь в библиотеке. И вот поподробнее, пожалуйста, об этом событии, которое буквально через несколько дней состоится у вас в Октябрьском районе, в библиотеке Толстого. Ну, надо сказать, что это событие состоится не только в нашей библиотеке, не только в Октябрьском районе, но и в библиотеках нашего города и нашей страны, в общем-то. Поскольку это ежегодная масштабная акция проходит, как я уже сказала, каждый год в апреле, предпоследняя суббота апреля, ну, с пятницы на субботу ночь. Это с чем-то связано, выбор именно вот этого весеннего, скажем, дня, или это случайное совпадение? Знаете, историю такую не могу даже рассказать. Может, в этот день родился какой-то из ваших персонажей, героев, потому что наверняка вот событие, о котором мы говорим, насыщено какими-то обстоятельствами. Что такое библия ночь? Вот у вас на площадке вашей библиотеки. Там же есть тема, так я понимаю, не только связанная с вашим названием библиотеки. Подробнее расскажите. Понятно. Библия ночь каждый год проходит на разные темы. Во-первых, она задается, начиная из Москвы, дают какую-то тему. До самых до окраин. До самых до окраин, да. Но, естественно, что мы к этой теме добавляем свою, которая близка нам. Вот, кстати, сказать, в 2012 году, это была первая библия ночь в 2012 году, с любовью, верой и отвагой. Она была посвящена 200-летию Отечественной войны 1812 года. Следующая библия ночь, она прошла у нас средь шумного бала. Это был бал Наташи Ростовой. Да, и имела непосредственное отношение к России. Конечно, поскольку в том году было 185 лет его Николаевичу Толстому. И библия ночь была посвящена ему. Тогда изумительная была библия ночь. Мы были все наряжены в бальные платья. Нас даже посетило собрание новосибирское. Законодательное дворянское. Доброе собрание, да. Вы сами были организатором этой библии ночи, да? Ну да, конечно, мы сами организуем, приглашаем людей. Скажите, пожалуйста, когда вы говорите о костюмах, я сразу понимаю, что библиотека – это сосредоточение различных персонажей. То есть они оживают в эту ночь, да? То есть это же не ежедневное ваше мероприятие. Вы же не каждый день встречаете своих читателей в костюмах. А кто несет на себе эти костюмы? Кто организует все это пространство? Вы приглашаете актеров или, может быть, ваши сотрудники? Вот здесь, в этом месте, поподробнее, пожалуйста. Хорошо. Знаете, в такие библии ночи мы сами превращаемся в актеров. Одеваем платье, примеряем парики. Ну, во всяком случае… Ну, то есть это совместный процесс, творческая кухня. И атмосфера, конечно, достигает, видимо, очень хорошего такого градуса, да? Вы ожидаете большое количество народу вот в эти апрельские дни, вот в нашем 2018 году? Как вы планируете? Ну, как всегда у нас, я надеюсь, будет народу много. Народа у нас бывает очень много. Так что зал, бывает, не помещает всех желающих. Но все-таки люди приходят, кто-то уходит, не может остаться. Кто-то остается от начала до конца. Ну, и в этом году я тоже надеюсь… А какая возрастная категория? Кто приходит к вам? Жители микрорайона? Или это молодежь? Или, может быть, семьями приходят даже ваши читатели? Ну, приходят, в первую очередь, приходят наши читатели. Приходят с семьями. Приходят и с детьми, приходят пожилые люди, приходят студенты. В общем-то… Разнообразная аудитория, да? Да, да, да. Вот это событие, которое вы сейчас готовите, ну, немножко можно рассказать, вот чуть-чуть приоткрыть, что называется, эту книгу, да, этот шмутститул и сказать, что же будет встречать обычного посетителя, который приходит на необычную раз в год «Библия-ночь» по адресу улица Восход, 26. И что он увидит вот с порога, как это будет? Как вы это видите? Сценарий немножко, вот дайте, расскажите, пожалуйста. Ну, мне хотелось бы, конечно, оставить интригу какую-то. Ну, конечно. Ну, я расскажу чуть-чуть. Ну, во-первых, наших читателей в этом году будут встречать сам Лев Николаевич Толстой со своей героиней Наташей Ростовой. Любимой героиней, да. Да, конечно. Конечно, поскольку в этом году исполняется 190 лет со дня рождения писателя, имя, которого носит наша библиотека, поэтому мы опять вернулись к нему, и у нас будет происходить театральный капустник вокруг Толстого. Вот как интересно. А кто героями будет этого капустника? Героями капустника будут наши гости, все. Все будут задействованы. У нас будет очень много конкурсов, посоревнуются между собой в образе Наташи Ростовой, девушки, Анны Каренины, Пьера Безуховы, Алексея Вронски. Будем выбирать лучшего. Понятно. То есть это будет в виде игры, викторины, возможно, да? Да. Значит, какие-то призы ожидают ваших гостей? Обязательно. Призы у нас бывают всегда. Дипломы, призы, награды какие-то. В Антракте всех ожидает званный ужин от Софьи Андреевны по ее рецептам. Что-то приготовлено будет, да? Конечно. Хорошо, это оставим за кадром. Я надеюсь, что это будет сюрпризом. А скажите, пожалуйста, вот само название Библия ночи или Библия ночь, как тренд, который уже двигается некоторое количество лет, скоро будете десятилетия отмечать этого проекта, всероссийского проекта, с чем связано? Тем, что вы выходите за пределы вашего обычного времени рабочего, да? Ну, конечно, поэтому она и называется Библия ночи. То, что у нас двери открыты всем посетителям вечера, да, и до последнего... До утра, да? До утра, ну... А чем отличаются? Вот скажите, аудитория в это время, она как-то по-другому себя ведет? Она, может быть, как-то отвлеклась от забот рабочего времени? Что с этим связано? Потому что у нас очень много ночных проектов. Ночь в музее, ночь в пожирателей рекламы, ночные сеансы есть для молодежи. В кинозалах, да? Что вы для себя регистрируете или отмечаете, может быть, чем отличается именно это время, этот праздник? Вы знаете, очень интересно наблюдать за гостями, которые к нам приходят. Особенно за теми, кто приходит первый раз. Они заходят и окунаются вот в такую атмосферу, они не ожидали. Ну, допустим, пожилые, они вспоминают, какие библиотеки были раньше. И это совершенно отличается от того, что было и то, что сейчас. Они видят не только стеллажи с книгами, они видят нарядных людей, которые встречают их с улыбкой, провожают. Какие ожившие персонажи с книжных полок. И еще хочу сказать, что у нас всегда играет живая музыка. У нас по традиции всегда бывает Алексей Кобринский. Великолепный музыкант, он был в гостях у нас, да. Замечательно играет. И сразу возникает такая атмосфера домашняя, красивая, может быть, слегка торжественная. Но, во всяком случае, неожиданная для посетителей. А те, кто уже у нас бывали, они приходят, они уже знают, что здесь будет интересно. Вот это они знают точно. И они уже настраиваются на эту волну и идут, чтобы получить удовольствие. Ну, смотрите, сосредоточение дач, дат. У нас годовщина города в этом году, да. Юбилей Толстого. Юбилей одного из его романов «Война и мир», хотел сказать «Война и ночь», да. Значит, Анна Каренина. И, конечно, вот эта вот магия цифр тоже имеет какое-то назначение. Что-то вы готовите, вот связанное с цифрами, может быть. Может быть, медитировать будете, поскольку все-таки ночь. Знаете, разные воспоминания могут быть литературные. Гадания будут точно. Вот. Вот. Расскажите. Гадания по книге будут. Вот это очень интересно. Скажите, пожалуйста, Инга Викторовна, а чем-то подчивать будете? Потому что человек пришел с работы, вероятно, все-таки это весеннее, знаете, вечер, не совсем теплый. Может быть, стол какой-то вы предполагаете, как говоря о бале. Да, я же вам сказала, что у нас обязательно будет стол. По рецептам. По рецептам Софии Андреевны, но и в первую очередь ее знаменитые пирожки с яблоками. Вот. Вот. Это будет точно. Потому что, когда вы сказали о капустнике, капустник в свое время, зародившийся в доме, в домашнем, уютном доме одного из мхатовских артистов, предполагал наличие пирога с капустой. А у нас с яблоками будет. Скажите, пожалуйста, как вы сегодня оцениваете вообще библиотеку? Что такое, на ваш взгляд, сегодняшняя современная библиотека? Библиотека. Чем она отличается от библиотеки вчера? И какая перспектива? Вы молодой, достаточно сотрудник библиотеки. Ну, среднего возраста, будем говорить. Вы местите. Как вы видите место сегодняшнее в вашей библиотеке, в которой вы работаете? Ну, во-первых, это уже не просто библиотека, это культурный центр. Информационный культурный центр, где можно прийти, не только взять книгу, почитать что-то, но и провести время за какими-то играми, шашки, шахматы, на мероприятия. Прежде всего, я приглашаю сейчас всех посещать наши мероприятия. Они обязательно посвящены либо какой-то дате, либо какому-то писателю. И готовятся очень ответственно. И я считаю, что интересно, и, по-моему, можно прийти, послушать, посмотреть. У нас бывают и нарезки какие-то, и кино нарезки, музыка. И узнать что-то новое не только вот из книги, а вот именно из того, что мы можем показать и рассказать сами. Инга Викторовна, и все-таки что будет в эту библионочь? Так, ну, в эту библионочь будет очень много всего хорошего и интересного. Будут игры, будут квесты, будет музыка, будут танцы, будут награды, дипломы, угощения. Библионочь состоится в любую погоду 20 апреля в 6 часов вечера. Приходите, ждем. Да, по адресу улица Восход, 26. То есть, костюмированная программа, когда персонажи известных книжных произведений сойдут с книжных полок и будут встречать вас радушно. И самое главное, это будет иметь последствия для каждого. Потому что все, все и все продолжается. Слово, слово и слово. Как сказал великолепный актер Дузе. Это итальянский театр. У нас в гостях была Инга Викторовна Гвоздь. Она забила свой гвоздь в наше сегодняшнее литературное образование. И мы всех приглашаем с большим удовольствием 20 апреля на Библионочь в библиотеку Льва Николаевича Толстого. А сейчас, уважаемые друзья, мы переходим к нашему следующему гостю. Мы находимся в игровой зоне Сибирская монета. Это очень необычное место. И вот почему. Сегодня мы представляем Алтай Пелос. Начать с того, что расположен отель в уединенном месте, игровой зоне Сибирская монета. Возможно, когда-нибудь там вырастет сибирский Лас-Вегас. Но пока что рядом только горы. Даже дорога, которая ведет к отелю, гравийная. Строительство асфальтовой и краевой администрации, а именно она развивает и городную зону, только в планах. Впрочем, по Граве надо проехать всего 8 километров. И вперед. И перед вами Алтай Пелос. Уголок комфорта и роскоши. В здешних, не привыкших ни к тому, ни другому местах. Давайте зайдем в него и осмотримся. Широкая лестница, просторный холл, приветливый персонал. Вроде бы все, как у всех отелей подобного класса. Однако, в глаза бросаются игровые автоматы. Такое, скорее всего, можно встретить где-нибудь в Макао, Монако или Вегасе. Действительно, даже на вывеске, кроме привычных слов «отель» и «ресторан», добавлено еще и «казино». А это, согласитесь, непривычно для сегодняшней российской действительности. В самом деле, все легальные казино у нас были закрыты еще в 2009 году. И с этих пор их деятельность разрешена лишь в специальных игровых зонах. Одна из которых, «Сибирская монета», находится на Алтае, невдалеке от гор на Алтайском. Несколько лет она пустовала, потом появилось первое казино, которое с приходом новой команды управляющих превратилось в четырехзвездочный отель, в котором, по словам его создателей, есть все возможности для полноценного отдыха, но и для игры, разумеется. Что же? Продолжим экскурсию по отелю. Номерной фонд здесь расположен на втором и третьем этажах. Номера современные, уютные, а главное новые. Реновация в Алтай-Пелосе прошла относительно недавно. Современная сантехника, стильная мебель, телевизор в номере – все, что путешественники привыкли видеть в гостиницах подобного класса. Возможно, кому-то захотелось бы большего простора, но, как правило, постояльцы заезжают в подобные места не для того, чтобы сидеть в номере. Посмотрим, чем бы еще они могли себя занять. Например, посетить ресторан. Как видим, в нем достаточно места, чтобы накормить всех постояльцев, и не только их. Меню в основном ориентировано на русскую кухню с некоторым сибирским уклоном. Все вкусно. Цены, скажем так, привычны для посетителей подобных заведений в Новосибирске. Дом культуры у нас в 49-м канале. Мы находимся в отеле Алтай-Пелос. Егор Гайдук – руководитель по маркетингу. Представьте ваш отель. На сегодняшний день на рынке не так уж много отелей, которые могут представить тот отдых, которому сейчас уже готовы наши граждане. Но, соответственно, мы одни из тех, кто пытаемся выводить туризм на Алтае на новый уровень. И в этом году мы получили сертификацию, прошли сертификацию, получили 4 звезды. Таких отелей, как мы сейчас на Алтае, не так уж много. Вот, соответственно, и одно из направлений отелей, которым мы подвигаем, это событий на туризм. И многие знают, что приезжая на Алтай, люди сталкиваются с проблемой, что здесь нечем заняться. Мы прекрасно понимаем, что люди сюда едут ради природы. Днем-то съездил на сплав-то, погулял по природе, сходил в лес, на речку. И все сталкиваются с проблемой, а что делать дальше. Потому что люди все равно привыкли жить городской жизнью. Все хотят питаться в хороших ресторанах, петь вечером песни в караоке, курить кальяны. И проводить как-то досуг весело. Потому что сейчас люди не могут сидеть спокойно, читать книжки. Людям нужен драйв. Соответственно, мы готовы предложить людям такой отдых. У нас каждую пятницу, субботу на сцене казино всегда есть приглашенные артисты, музыкальная программа. Круглосуточно 24 на 7 открыт караоке-холл. Ресторан также работает 24 на 7. Есть спа, есть бильярд. Поэтому человек, который приедет сюда на Алтай, приедет в Алтай-Пелл, всегда будет чем заняться. Даже после того, как он проведет время на природе, на экскурсионной программе, всегда найдем чем заняться. И не то чтобы это фишка, но это хороший бонус. У нас есть детская комната, есть возможность организации работы няни. Потому что, несмотря на то, что у нас здесь есть казино, мы совместили в себе и горный бизнес, и отельный бизнес семейного типа. Мы с радостью принимаем гостей с детьми. Новогодние праздники у нас отдыхало порядка 35 детей у нас было с родителями. Это было похоже на большой детский садик. Вот этот сегмент мы тоже с радостью принимаем, можем охватить. Поэтому мы еще раз доказываем, что и горный бизнес никак не противоречит семейному отдыху на Алтае. И мы стараемся соединить это все вместе. Но главное отличие Алтай Пелеса от всех других отелей на пространстве от Калининграда до Владивостока, где тоже имеются свои игровые зоны, это казино. Расположено оно на первом этаже. Здесь есть залы игровых автоматов, карточные столы и, конечно, рулетка. В нашей программе мы не будем рассуждать, хорошо или плохо предаваться азартным играм, а поговорим, как и следует из названия программы, о культуре. Культуре в данном случае достаточно специфичной. Культуре казино, культуре игры, если хотите. Что из себя представляет отель Алтай Пелес, как вторая горная зона, которая открылась в Российской Федерации? В России были поставлены определенные задачи на развитие инфраструктуры комплекса. На мой взгляд, это было очень верное решение. Был достроен отель, который вы сейчас увидите, нам есть чем гордиться. Это отель, который в прошлом году в итоге получил 4 звезды. Отель компактный на сегодняшний день. Фактически 46 номеров с вмещением до 100 человек. Можно сказать, что это отель при казино, конечно. Мы стараемся его развивать и как самостоятельно. Услуги на данном рынке. Алтай вообще привлекательный для туриста. И отелей такого качества на Алтае не так много. После того, как открылся отель, был расширен еще спектр услуг для гостей. Открыли спа-комплекс. Открыли бильярд караоке. Притом очень качественно все. Сделали, если караоке, то это хороший звук, профессиональное обеспечение. И в дальнейшем дальше расширили зону. Вышли на улицу в летний период. Открыли бассейн, солярий, площадку для отдыха. И самое главное, наши корды в прошлом году летом провели масштабнейшее мероприятие. Это open-air фестивали, фесты живой музыки. Мы сейчас открываем концертный зал. Мы планируем бойцовские клубы. У нас есть какие-то мечты. Мы планируем это развивать. Делать это зрелищным, событий создавать полностью. И вполне возможно, что мы вообще эту площадку будем использовать еще каким-то образом. Что главное в команде вашей, в этих людях, которые работают в казино, все равно это специфический вид деятельности. Во-первых, мы должны отметить, я уже говорила в начале, что у Егорного бизнеса в России не было никогда университетов. Школы были. Школы были, не было университетов. Не было университетов. Я была выше школы. Это, естественно, тоже задало тон. Для того, чтобы сделать карьеру, человек должен был пройти только путь, ну идеально, только путь с нуля. То есть он должен был отработать у стола кубье. Вот я лично работала достаточно долго, лет шесть, для того, чтобы изучить всю специфику внутренних происходящих игр и уже дальше двигаться вперед. Если мы говорим о курном бизнесе, вообще, знаете, у меня, я долго работала с одной компанией в Москве, Зависер. Там владелец этой компании, бывший военный, владелец, бывший военный. И мне очень нравятся сравнения. Они всегда говорят, что Егорный бизнес – это второй после армии бизнес. Если бы вы заглянули во внутреннюю организацию, поэтому не смешно даже вопросы, когда говорят, а у вас есть инструкция? Я говорю, у нас 42, как минимум, страниц процедуры. Это, конечно, тоже вопрос о специфике. Каким терпением должен обладать человек, чтобы довести определенные навыки за столом до автоматизма? Ну, можно научить обезьянку, как я говорю, только вопрос времени. Но дальше найти в этом интерес. Более того, каждый из нас должен быть, если мы говорим о кубье изначально, да, мы же говорим от нуля, это психолог. Какой должен обладать выдержкой, дисциплинированностью внутренний, в итоге, человек? А более того, скажу, что я даже считаю, на своем примере могу вам сказать, что я осталась в свое время в кубьерном бизнесе только потому, что я почувствовала, что он меня дисциплинирует. То есть, от обратного. Мне нравилось, как он меня дисциплинирует. Я за 4,5 года работаю в одном заведении, в кубье, не опоздала ни разу, потому что, ну, будучи до этого не пунктуальной, потому что я дорожила своей работой, это было в Москве. Я очень эмоциональничка. И когда-то мечтала работать в театре. Здесь реализовались какие-то мои стремления к театру, потому что чуть-чуть это мир от театра, да, ты выходишь, как на сцену, ты всегда суть людей. И в то же время, извините свои эмоции, ты учишься держать в руках, потому что, когда мы начинали, там вообще было 90-е. И разное. Другая публика была, другие гости были. Малиновые пиджаки. Малиновые пиджаки, да, все по цепи. И нужно было очень четко и грамотно сдерживая эмоции себя вести. Ну, пожалуй, так, если опросту. Элечка, личный вопрос. А вы сам, вот вы, как человек, насколько болеете игрой и вообще играете ли? Я понимаю, что, может быть, инструкция не позволяет вам играть, да? Но вообще есть возможность расслабиться, ну, не у себя, а в казино, куда-то приедете? Вот как вы к этому относитесь? Я как профессионал считаю, что, а, ну, во-первых, я ни копейки никогда не разыграла своих денег. Это было бы неэтично, я считаю. И, ходя в казино, просто участвовать в игре, ну, скажем, это неэтично не по отношению к гостям. Это неэтично по отношению к профессионалам, которые работают, потому что, на самом деле, нам привили это еще вот, когда был английский матч, вообще работники в казино не имеют права играть в казино. Но если вам интересно, с чем это связано, я тоже могу приоткрыть. Это обычно мистифицируется как-то, кажется, что это мы, значит, что-то знаем. Но, естественно, в силу деятельности мы знаем, как минимум, базовую стратегию игры. Если она на рулетке бессмысленна, то если мы коснемся такой игрой, как покер, особенно русский покер, где на сегодняшний день от твоего знания базовой стратегии, от твоего умения придерживаться базовой стратегии, ты получаешь преимущество даже по отношению к казино на каком-то этапе. И поэтому это некорректно, сидя в игре, будучи профессионалом, использовать, это мое мнение, только мое мнение, использовать базовую стратегию. Вот каким вы хотите видеть портрет вашего гостя, вот каким он должен быть? Я вам скажу, что это, в первую очередь, я уже говорила, что это должен быть отдыхающий гость. Совершеннолетний, осознанно отдыхающий гость. И я бы мечтала, как ни странно, возможно, это прозвучит с моей стороны, чтобы это были люди, которые умеют себе сказать «нет». Начинается вот этот нездоровый эффект от игры. В основном у людей, которые и в жизни себе не могут сказать «нет». Если говорить об этом, казино является таким маркером, то есть который проявляет психологию уже сложившегося человеком, но не провокатором в этом процессе. Конечно, я в корне не согласна с теми, кто сейчас создает имидж, демонизирует почему казино, как некий такой инструмент, который формирует личность. То есть не личность сама сформирована, и она поэтому так себя ведет, а именно казино привело к деградации этой личности. Это в корне неверно. Если мы возьмем другие аспекты нашей жизни, то в таком случае это можно как калька положить на любую сферу. Вот такой он Алтай Пелос – место, где культура гостеприимства сочетается с культурой игры. Мы не будем призывать наших зрителей испытывать удачу за покрытыми зеленым сукном столами. Просто отметим, что в Сибири появилось еще место, где даже не посещая игровые залы, можно интересно и комфортно провести время. Таких мест вообще немного, а теперь появилось еще одно. Продолжаем программу «Дом культуры на 49-м». И у нас в гостях член Союза писателей России Егор Александрович Плитченко. Егор, завтра особое событие в вашей жизни. Вы руководитель фонда вашего отца Александра Плитченко. Что за события? Расскажите, пожалуйста. 9 апреля отцу исполнилось бы 75 лет. Для нас это очень важная дата, потому что это дорогой нашему сердцу человек и не только нам, многим-многим новосибирцам, потому что он оставил после себя очень большое наследие литературное. Несмотря на то, что, к сожалению, жизнь ему творческая всего была отпущена 30 лет. Он ушел в 54 года, на 55-м году жизни. 26 поэтических книг, и из них несколько прозаических книг. Поэтому нам захотелось вот эту дату особым образом отметить. Мы подготовили фестиваль, который назвали «Сто небес». Называется он по одному из стихотворений. Отца. Это одно из моих самых любимых его стихотворений. А скажите, пожалуйста, это проза и поэзия в одном сборнике или жизнь складывалась так, что вначале писал поэзию, потом перешел к прозе. Вот что превалировало в творчестве вашего отца Александра Пличенко? Отец известен, конечно же, в первую очередь своими поэтическими работами. В общем-то все его называют так, что это вот видность ведущий, ведущий писатель на то время, и может быть он и сейчас планку задает вот эту литературу, он поэт. Поэт Александр Пличенко, всегда был известен. Но сам он себя, и потом Алексей Горшенин, критик наш, он назвал его многостаночник. С точки зрения жанров литературы, да? Совершенно верно, с точки зрения жанров, потому что он писал стихи, он делал литературные переводы, у него есть несколько опубликованных пьес, вот. И он очень много написал публицистики, и есть несколько прозаических книг, очень интересных, потому что этот жанр, ну, наверное, он чем-то близок к Рео Брэдбери. То есть это такая фантастика, но все-таки там большая часть литературы и поэтического такого слова. Я продолжаю очень скромно наследие, потому что такого таланта, такого дара литературного у меня нет. Нет, к сожалению, а может быть и к счастью, потому что это очень большое время, вот. А я пишу очерки, у меня вышла книга очерков, она на мосибирцах, она называется «Пятнадцать». Ну вот, стихи я не пишу в юности, я пробовал себя в этом жанре, ну, когда расцвет всегда был эмоциональный, да? Конечно, конечно, меня больше привлекала всегда проза, и в литературном институте я учился уже на факультете прозы, и, в общем-то, теперь я прозаик. Понял. Егор, а вот когда вы выбирали профессию, или еще только-только поступали в литературный институт, участие отца насколько было для вас значимым? Безусловно, пример отца, он очень значим. Вы знаете, мне много приходится встречаться со школьниками, я им всегда рассказываю, ребята, вот посмотрите, вот у кого-то, допустим, отец поваром работает, у кого-то плотник, кто-то занимается там крестьянским хозяйством, и, в общем-то, это, естественно, передается, когда, например, вот этот позитивные работы на глазах находится, то это все передается, и это для меня совершенно естественным, поэтому была профессия писателя, потому что я видел, как отец работает, как говорят, с молодых ногтей, я все это впитал. Я помню маленьким, что я засыпал под стук пишущей машинки, и просыпался же по этот же стук пишущей машинки, поэтому для меня совершенно было естественным избрать эту специальность, но уже судить о том, насколько я и овладел, это даже читатели. Да, конечно. Скажите, пожалуйста, а какое произведение отца вдруг вы прочли и поняли, что да, мой отец – это тот самый писатель, о котором сегодня говорят друзья, знакомые, читатели. Что включило вас, вот говоря современным, сегодняшним языком, где произошла вот эта вот стартовая, стартаповская история, зажигание внутреннего? Ну вот это вот включение, включение вот в литературу, наверное, произошло в возрасте лет 13-12, когда вышла книга отца, она называется «Бачацкая повесть», вот как раз это его прозаические работы. А про что, про что пишет ваш папа? Значит, это был, эта повесть, она о вымышленном городе, город называется Бачацк, вот, и там очень интересные персонажи, которые у него повторяются во многих произведениях, тот же самый Григорий Стрельников, там он у него везде и в стихотворениях встречается, вот, а ну а меня как мальчишку привлекло именно вот это фантастическое начало внутри, потому что мне всегда очень нравилась фантастика современная. Брэдбери я читал и зачитывался, и до сих пор его с удовольствием перечитываю. И вот у него есть там такие нотки, значит, фантастические, что он описал птицу вымышленную, которая где-то летала по вот этому городу и прилетала в заброшенные дома, которые бросили сельчане, которые подались в город, и она питалась гвоздями, она вытаскивала гвозди, съедала, а потом как-то нашли вот останки этой птицы, внутри был часовой механизм. Вот это меня все так увлекло, но хотя для отца это был, безусловно, эпизод, чтобы показать. Ну да, образ такой, да. Да, показать целиком вот эту палитру яркую с деталями, а для меня это такой был образ, что я ходил, как вот сейчас мальчишки про Терминатора говорят, и там про каких-то героев, да, вот таких, а для меня это совершенно было что-то вот новое, и то, о чем отец писал, мне казалось, что это реальным, я ему даже говорю, папа, я такую птицу видел, потому что мне казалось, что я ее видел, где-то вдалеке летела. Очень интересно. Егор, скажите, а папа правил, или вы доверяли ему править ваши литературные опусы? Вы обращались к нему с точки зрения редактирования, наставничества? Были такие эпизоды в вашей жизни? Эпизоды такие были, но вот здесь я сегодня понимаю, насколько он мудро и взвешенно к этому подходил, потому что, как любой сын, я приходил к своему отцу и спрашивал, папа, вот это хорошо, а это плохо или неплохо. Ну, отец никогда мне не говорил в прямую, он старался меня самого подвести к пониманию вот того, что ты сделал. Вот лучшей наградой было, наверное, для меня, когда у меня был такой цикл маленьких рассказов, которые, ну, примерно два-три абзаца юмористических, коротких, таких ироничных. Это мне было примерно лет 20, как с ними я поступал в литературный институт. Я ему принес один рассказ, он как раз отдыхал, значит, лежал и одновременно редактировал какую-то очередную рукопись, и он, прочитав до конца, буквально за несколько минут, он просто начал смеяться громко, заразительно, и я понял, что эта вещь у меня удалась. Это была вещь, называлась она «Добрый пасечник» такая. Поэтому он никогда не правил, ничего не говорил, но очень четко говорил. Если плохо, то он говорил, все, это плохо, а если хорошо, то я уже видел, что это хорошо. Спасибо. Творчество вашего отца многообразное, и вы это сегодня показали. А если вернуться к фестивалю, все-таки фестиваль состоит из конкретных событий. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Мы очень долго шли к этому мероприятию, потому что без серьезной поддержки самим это, безусловно, организовать нельзя на одном энтузиазме. И у меня, я скажу так, что произошла знаковая встреча в Министерстве культуры нашим. Мы поговорили с исполняющим обязанности министра Игоря Николаевича Решетникова. Я сразу встретил понимание, мне сразу сказали, что мы обязательно поддержим. Вот сегодня мы реализуем этот проект при поддержке Министерства культуры. В фестивале себя будет представлять такое двудневное мероприятие, в которое первый день мы включили мастер-классы с четырем направлениями. Там будет по поэзии мастер-класс, по очерку, по прозе. И обязательно мы включили такой интересный жанр, как сибирская сказка, потому что сейчас у нас вот этот жанр, он зародился когда-то, где-то лет 15-20 назад, и он развивается очень активно. И проведет его замечательный писатель, вице-президент клуба «Зажги свечу» Владимир Викторович Шамов. Известный тоже человек. Все это пройдет на площадке областной научной библиотеки. Да, все это начнется на площадке областной библиотеки, а второй день мы совершим историческое путешествие в Каргат, на родину папы, где прошла его юность, откуда его призвали когда-то на флот. Поэтому вот такое мероприятие мы подготовили. Очень интересная страница творчества вашего отца. И все-таки к названию «Сто небес». Вы сказали, что это одно из названий стихотворения. Может быть, вот сборник, который у вас в руках, послужит расшифровкой этого названия. Пожалуйста, прочтите что-нибудь. Я с удовольствием прочту это стихотворение, потому что мы его не случайно выбрали. Оно, как любое стихотворение, конечно же, оно содержит в себе несколько смыслов, как мы сейчас говорим. «Сто небес выше, что небес одновременно видим только темное дно, потому что ныне у Вселенной замутилось солнечное дно. С детства столько родины испили, что поныне сердцу не устать. Вспомните, нам стоило усилий поминутно в небо не взлетать. Что не вздох, то в небо с разворота, в синем море небо с головой. Чтобы отдышаться от полета, голубя швыряли над собой. Он летел, крылатый теплый камень. Он тонул, как малое зерно. Расходилось синими кругами под небесье солнечное дно. Но за небом небо, год за годом, слой за слоем, ниже и темней. Что теперь под темным небосводом на исходе выгоревших дней. Но не жаль мне утреннее чудо. Синие и ленские поля. Кто жалеть? Спасибо, что покуда выше тьма, но все же не земля. Спасибо. Это Егор Пличенко, руководитель фонда, член Союза писателей. Он представляет фестиваль имени своего отца, который называется «Сто небес». Егор, вы знаете, у писателей различные шутки есть. Вы рассказали, что ваши первые рассказы были юмористические. Вот вы знаете, когда я знакомился с одним из сибирских писателей, он говорит, книга является то, что само, самодостаточно стоит на книжной полке. И поэтому мы с большим удовольствием представляем сборник Александра Пличенко, который сегодня является не просто иллюстрацией, а образным собранием современного писателя, о котором сегодня с большим удовольствием мы послушали. Но вот здесь на столе вы приготовили еще и диск. Что это такое? Представьте, пожалуйста. Этот диск на столе оказался не случайно, потому что я специально захватил его для того, чтобы подарить программе. На этом диске находятся песни, которые были написаны на стихи отца. Одна песня была написана композитором Гуэном Лантуатом, к сожалению, уже нет с нами живых. Вторая песня – это нашего знаменитого земляка Геннадия Заволокина, она называется «Снег под луной». Она была написана и записана буквально через год после того, как отца не стало. Вот эти две песни я сегодня передаю программе. Самое интересное, наверное, и как-то так удивительно сложилось, что песня, посвященная Новосибирску, которая называется «Любимый город мой», она сегодня, мы ее презентуем именно в канун 125-летия Новосибирска. Вот это юбилейные даты. И Александру Ивановичу исполнилось бы 75 лет. Вот такие удивительные магии цифр. Магия цифр. Совершенно верно. Спасибо большое за презент, который вы делаете в программе. А какие-то еще события будут в рамках фестиваля? Да, я хотел всех новосибирцев и вас в первую очередь пригласить 9 апреля завтра на спецгашение марки, которую к юбилею на ней поставят штемпель. Это будет проходить в центре истории новосибирской книги на улице Советской 32. Отлично, спасибо. Очень много событий, которых мы сегодня услышали, и завтра мы всех приглашаем на открытие фестиваля, который называется «Сто небес». Его презентовал и представил сегодня член Союза писателей, руководитель фонда Александра Плитченко Егор Александрович Плитченко. До новых встреч. Спасибо. Это «Дом культуры» на 49-м канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова